Всем привет, друзья! С вами Amway921, и сегодня мы обсудим очень важную информацию. Некоторые переживают, что в связи с переводом лёгких танков патч 9.18 на всякие разные уровни, при перестановке потеряется много там свободного опыта, экипажей и всего остального. И поэтому я вам сегодня расскажу, как обратно взять и картошку, ну в смысле, как следует взять своё, короче, и не упустив ни единой серебряной копейки. Но очень важно, это информация, которая имеется на сегодня. Мало ли они как-то что-то перепланируют или сделают по-другому, и всё это пойдёт лесом. Поэтому перед самым выходом уже, буквально там за пару дней, я где-нибудь информацию о том, канает ли эти темы выложу, я не знаю пока в каком виде, но пока по имеющейся на сегодня информации есть отличная возможность суммарно получить и сэкономить 11 миллионов серебра. Вы только вдумайтесь в эти цифры, это буквально почти два лёгких танка 10 уровня можно купить на сэкономленное. Итак, по порядку обо всём. Ну, давайте глянем на дерево исследования, именно там, собственно говоря, весь наш замес и творится. Халява у нас, возможно, в ветке США, в смысле СССР, Германии, США и Франции. В китайской ветке, к сожалению, лёгкие танки не переезжают, они остаются на своих местах, там добавляется 9 и 10 уровень, тут, к сожалению, мы бессильны. На китайцах нам ни сэкономить, ни заработать, там придётся выкачивать, платить там полные стоимости кредов. На секундочку, лёгкий танк 9 уровня стоит теперь 3 400, а не как раньше 2 400, то есть целый миллион добавляется к цене, это к вопросу о других нациях. Ну, мы вернёмся. Прежде всего, вот что важно понять. Есть некоторые моменты, где халява возможна, в некоторых участках ветки, а есть, где невозможно. И когда-то, ну, на заре буквально, на началах тестирования патча 9.18, я, возможно, вас мог и дезинформировать, потому что сам полной информации не обладал, были лишь догадки. Смотрите, короче, появляется танк ЛТГ на месте ЛТТБ. К сожалению, вот так выглядит мой личный аккаунт, при заходе на тест. То есть, ЛТБ в ангаре был, Абла была, они переехали, и, в общем-то, всё нормально у них, но ЛТГ не начислили. То есть, мы его никак не сможем, ну, скажем, на нём наживиться. То есть, получить бесплатно, потом продать, если ты на нём кататься не будешь. Никак он не канает. А что можно сделать? Во-первых, Аблу переводят на 9 уровень. Из 2 400 она начинает стоить 3,5. То есть, на миллион дороже. Если вы на лёгких танках, например, не катаетесь, или планируете не кататься, и следовательно, например, дальше не планируете, то можно её потом, после патча, продать, и немного хотя бы вернуть своё больше, чем обычно. При продаже, конечно, не заработаешь, потому что она покупалась за 2,5 миллиона примерно. Но если вы будете качать дальше, тестой ЛТ, то это будет неплохой задел. Самое главное вот что. Если у вас ЛТТБ и Абла будут в ангаре, то ЛТТБ нужно перед выходом патча продать. Почему? Потому что если вы его не продадите, то у вас будет то же самое, как у меня. Ничего. Они переедут на уровень старше, оба подорожают, и всё на этом. Ну, если ЛТТБ у вас не будет, а на его месте, как бы, в прошлом патче должна быть Абла, то вам ЛТТБ и Аблу дадут бесплатно. Ну, ЛТТБ как бы переведут с подорожанием, а ЛТТБ дадут бесплатно. А это 2,4 миллиона серебра. Это не хрен моржовый. Не пакет орешков, как говорится. То есть, суммарно здесь можно нормально заработать, дробь сэкономить. Едем дальше. Ветка Германии. Тут несколько проще. Почему? Потому что у нас Толстопарт и Шпик остаются на своих уровнях. А вот добавляется ХВК-12. Его стоимость 2,440. Рушка переезжает на 9 уровень с ней. Примерно та же логика, что и с Аблой. То есть, рушка переезжает, дорожает. Если она у вас на аккаунте имеется, с ней ничего делать не нужно. Пусть она спокойно переедет, и вам ХВК начистят бесплатно. Ровно такая же точно картина вот у меня и произошла. То есть, у меня не было на аккаунте ни Шпика, ничего, кроме Рушки. Леопард и Рушка была. И ХВК дали бесплатно. Это на момент первой итерации теста 9-18. Едем в США. Там история тоже интересная, и она сродни перетасовок в советской ветке. Что мы имеем? У нас Т-71 остается единственным танком с 7-го уровня. Он как бы объединяет в себе Т-37 и Т-21. До этого Т-37 переходил в Бульдога. И он был на 6-м уровне. В смысле, на 7-м. А теперь он переехал на 8-й. И здесь та же самая история. То есть, если у вас на аккаунте имеется и Бульдог, и Т-49-ка, Бульдога имеет смысл продать до выхода. Потому что 49-ка переедет на 9-й уровень. Вам ее дадут бесплатно. И на 8-м бесплатно также начислят Бульдога. А он будет стоить 2-400. Тоже, считай, сэкономил и нормально так. Его потом можно либо продать, если кататься не планируешь, либо оставить и уже сэкономить значительное количество серебра. Дальше. Идем во Францию. Во Франции... Ну, в смысле, идем во Фран... Во французскую ветку, конечно. Здесь такая же логика, как и у Германии. Ничего продавать не нужно. Просто за имеющегося 90-ка в твоем ангаре ты бесплатно получишь батшастика. Ну, в смысле, батшатион 12 тонн, который. Ничего продавать не нужно, повторюсь. Просто имел 90-ка в ангаре за 2,5. Получаешь его за 3,5. И на халявку танк стоимостью 2,300. Который можно а. продать, б. оставить и кататься. Повторюсь, что в китайском дереве у нас ничего не происходит. Никаких халявок, ничего. Просто пустота. Тут, ну, тут на свой страх и риск. Можно, конечно, пытаться что-то нахалявить, но, конечно же, сделать этого будет нельзя. Итого, суммарно, если подсчитать стоимость всех танков, которые вы сэкономите, либо получите, например, подорожающие обла, подорожающие, там, все остальное, что мы дальше обсуждали, можно примерно выручить 9 миллионов 620 серебра. Ну, это сэкономить. А заработать, например, продав ЛТТП в патче 9.17 и вместе с ним еще и бульдога продать, то можно заработать примерно еще полтора миллиона серебра. Итого, суммарно, и получается 11 с гаком. Почти 11.100. Но, повторяю, друзья, красным шрифтом рассказываю, что это предварительная информация на сегодня. Как оно в итоге будет, пока до конца не ясно. Буду держать вас в курсе. И еще вопрос. Если у вас из этого нифига не вкачано и не куплено, стоит ли сейчас бросать все свои силы на прокачивание этих веток, чтобы получить халявку? По крайней мере, советские, ЛТ и американские. Я считаю, да, в особенности, если вы будете дальше катать на этих легких танках 10 уровня. Катать и выкачивать. Если планируете, однозначно нужно срочно все бросить, все ваши другие ветки и качать только первостепенно советский, допустим, Аблу, чтобы она была куплена в ангаре и не покупая, точнее продав ЛТТБ. И то же самое с американским. Но пока не торопитесь продавать. Я к тому, что как только за пару дней будет все конкретно ясно, вот тогда можно будет продавать. Пока пусть и ЛТТБ, и Абла у вас будет на аккаунте. Мало ли что, может быть, если они бесплатно начаться не будут, а просто переедут, то ЛТТБ потом можно будет продать в патче 9.18 чуть-чуть дороже. Хотя бы так. Вот такая вот интересная информация. Надеюсь, она вам поможет. Надеюсь, так все в итоге и будет. И мы сможем взять у Wargaming и отжать наши 11 с лишним лямов серебра просто за потому что. Завод ЛТ10. Если вам эта информация понравилась, была полезной, вы ее примите ко вниманию. Жмите обязательно на вот эти видео лайк и подписывайтесь на канал, чтобы подобные лайфхаки не пропускать. До новых встреч, счастья, здоровья и большой вам экономии в серебре. Пока-пока. Враг обнаружен. Цель нахвачена.